здравствуйте на библейский портал экзегет пришел очередной вопрос как простить людей которые не просят прощения не раскаиваются а наоборот делают все больше гадости действительно бывают такие ситуации когда мы видим что с человеком происходит что-то нехорошее когда он ведет себя неправильно не по отношению к самому себе по отношению к окружающим не по отношению к нам и вот что здесь можно сделать можно ли простить такого человека что вообще такое прощение я думаю что каждый из нас может понять что что во первых люди после грехопадения имеют вот эти разрушительные последствия то есть склонность к греху и не только те люди которые нас окружают но и мы сами тоже иногда даже не замечая делаем как здесь выразился автор вопроса какие-то гадости другим людям но мы стараемся себя оправдывать и если вот нас спросить в тот момент когда мы что-то плохое сделали почему мы так поступили мы для себя находим множество различных оправданий а других людей мы наоборот как бы осуждаем и говорим ну вот как он так может поступать как он может так делать здесь конечно есть объективно объективное отношение к тому что человек сделал и когда мы видим что но человек несет как-то он неправильно поступает то лучше всего конечно если есть такая возможность постараться меньше с ним общаться чтобы больше не возникало таких ситуаций при котором этот человек может сделать нам что-то плохое и второе что мы можем и должны сделать об этом по отношению к этому человеку это постараться о нем помолиться потому что действительно если человек ведет себя настолько неадекватно если он ведет себя плохо если он делает плохие вещи по отношению к другим людям значит внутри себя он страдает значит он руководим какими-то разрушительными силами и мы понимаем что это за силы и вот здесь наши молитвы они действительно могут помочь этому человеку увидеть себя со стороны осознать что он сделал неправильно и прийти к покаянию конечно это такой очень долгий путь и не всегда мы видим результаты и не всегда до конца можно примириться с человеком но по крайней мере простить его то есть что значит простить понять логику его действий почему так происходит почему этот человек вот настолько болен своими страстями вот здесь мы можем и соответственно видя этот плохой пример в своей жизни постараться еще раз взглянуть на себя и посмотреть а не похож ли я на этого человека да может быть он мне сделал какие-то плохие вещи а вот я может быть тоже кому-то делаю плохие вещи кого-то обижаю и даже этого не замечаю это этот пример другого человека может стать для нас основанием уже для нашего покаяния а значит для нашего спасения то есть через эту ситуацию мы можем даже получить что-то полезное для себя для того чтобы мы начинали менять свою жизнь внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и вот и и и и и